Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Что вас привело в арт-музею Радгерс-юниверсити в Нью-Джерси? В этот университет на второй день моего прибытия в Нью-Йорк привело меня желание увидеть эту картину. Здесь вот висит надпись, что здесь 20 тысяч картин, тысячи художников. Ну вот из всего этого мне нужна была одна, которая называется «Путешествие в Афон» для русского художника Николая Свящука. Но, к сожалению, как мне сказали на входе, здесь экспозиции меняются. И на данный момент эта картина, как они сказали, путешествует неизвестно где. Возможно, ее какой-то частный коллекционер, возможно, она где-то на запасниках. Ну вот, уплыла, к сожалению, уплыла. Почему я ее интересуюсь? Потому что на ней нарисован возле горы Афон кораблик, на котором плывут довольно странные люди. Она не женщина, там есть кот, там есть собака. Все это Коля Сергеевич Чук написал, как «Путешествие в Афон», а кораблик назвал Владимир Николяевым. Это моя картина. И я не понимаю, как она сюда попала. Каким образом вообще попадают картины из бывшего Советского Союза, из всех бывших республик. Вот какими путями боруют их, продают, перепродают, как это все происходит. На эти вопросы, ответы здесь мы не получили. Да, очевидно, мы не сможем получить, как всякий бизнес, а это бизнес. Как говорил один из основателей американского бизнеса большого. Я могу считаться за первый доллар, но за первый миллион у меня уже ни о чем не спрашивается. Вот, молодой человек, который нам объяснял, что здесь мы не можем найти, но что есть мужчина. Как видите, музей довольно посещаемый. И не только бывшего советского, но и американского. Там вот дальше, это штат Юджерси, и совсем рядом находится великий город Нью-Йорк. Через пролив. Ну, а что происходит у вас на родине, в Беларуси? Недавно у нас на родине в Беларуси побывал госсекретарь Соединенных Штатов Америки ПТП, который сказал фантастические вещи, что, ребята, у вас все будет хорошо, если вам Путин не будет давать нефть, вам Трамп нефть даст. Сколько хотите, будете иметь от Трампа нефть, будете иметь гарантии нашей безопасности. Мы, мол, с 91-го года их долгали, готовы их подтвердить, ну и так далее, и так далее. Экономически мы вам поможем в трудную минуту. Но когда я приехал сюда, я такого оптимизма в речах других американских политиков, особенно в речах политиков демократов, не увидел. Они говорят, а как мы его будем нефть давать у нас? Разное нет, насколько мы знаем. Как ее транспортировать, сколько это будет стоить? Как мы будем обеспечивать вообще вашу безопасность? Когда я спрашиваю, почему вы не обеспечивали в должной степени безопасность Украине, ну вот видите, говорили, что это не так просто сделать. В связи с агрессивной политикой России и Путина. А мне хотелось увидеть, что вообще происходит на сегодняшний день в Америке перед возможным вторым избранным Трампом. Здесь почти все убеждены, что Трамп стал президентом при помощи России. При помощи российских технологий, с кем я не разговариваю, это не только с демократами, но и с представителями республиканской партии. Они говорят, что импичмент был обоснован, что это все имело под собой место быть. Но Сенат, знаете, Сенат, оказывается, точно так зависит от Трампа, как наш парламент, особенно Верхняя Палата, да и Нижняя, зависит от Лукашенко. Это странно, но это так, потому что если Трамп покажет на какого-то сенатора и скажет, обращаясь к американскому народу, вы его больше не избираете, это плохой человек, оказывается, он и перестанет быть сенатором. Так вот, здесь все совершенно даже не просто внутри страны. Здесь нет, оказывается, такого большого экономического роста, о котором вещает Трамп, скажем, в своих месяцах в том же Твиттере. И все достаточно, достаточно сложно. И как в этой сложности они собираются решить проблему сохранения независимости Беларуси, мне пока что непонятно. Я провел здесь две встречи, большого оптимизма пока у меня не появилось, но впереди еще достаточно много, более десяти встреч. Я думаю, мы встречать еще будем в Вашингтоне, в Нью-Йорке будут встречи, я буду пытаться разбираться, как же на самом деле обстоят дела, что нам на самом деле ожидать в Америке, в этом очень непростом, в нашем сегодняшнем противостоянии с Россией, которая совершенно очевидно не утратила планов инкорпорировать нашу страну в состав своей страны. Бог в помощь. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok